Всем привет, дорогие друзья! Сегодня я хочу рассказать вам о моих мастхевах в области ухода за волосами. То есть у меня есть несколько средств, которые я просто обожаю, я буду их покупать всегда. И сейчас, в данный момент времени, я их купила уже несколько раз. И я могу вам посоветовать их 100%, что вам надо их купить, и мне не будет стыдно за мои советы. Первое, что я хочу вам посоветовать, это шампунь, который предназначен для блондинок, для людей с обесвеченным волосами. Но мне так кажется, что можно использовать и натуральным блондинкам. Я очень-очень долго искала свой шампунь для блондинок, потому что волосы, как вы знаете, приобретают желтоватый оттенок. Я наслушалась в перископе недавно всяких известных стилистов по волосам. И поняла, что этот желтый пигмент, он у нас появляется за счет того, что мы очень обогащаем наши волосы масками и маслами. И за счет этого, почему-то, потом у нас появляется желтый пигмент. И для этого, как спасение, нам приходят шампуни, которые фиолетового цвета, и которые убирают желтый пигмент из волос. Как я и сказала, я перепробовала очень много фирм, пока я не нашла свою любимую. Это шампунь фирмы Concept. Этот шампунь, я сейчас покажу вам, какого он цвета. То есть вы сразу, вот у меня в крышечке, видите, там чуть-чуть. Вы сразу не должны пугаться, что вы полностью станете такого цвета. Они бывают, эти шампуни, и даже в Concept тоже, голубые, как синька, и бывают фиолетовые. Но это смотря, что вы хотите. Вот, допустим, мне нравится, чтобы мои волосы, в них преобладал такой оттенок, и немного такой розоватый, что ли, чуть-чуть. Этот шампунь по своей консистенции довольно-таки жидкий. Он не пенится. Я его смешиваю с обычным шампунем, для того, чтобы размырить и распределить хорошо по своим волосам, по своей голове. Я вам рекомендую сделать то же самое, потому что, особенно в первый раз, когда вы это будете делать, ни в коем случае не наносите его вот сразу в чистом виде на волосы. Смешайте в какой-нибудь чашечке, емкости, и потом нанесите на волосы, подержите 5 минут, или можете на первый раз даже 3 подержать, чтобы понять, как вам нравится этот эффект или нет. Мне очень нравится этот шампунь, и очень мне нравится бальзам данной марки. Я бальзам вообще не рекомендую брать. Он очень густой, он какими-то кусками распределяется на голове. Его сложно, не знаю, нанести на волосы. И потом, когда вы смываете, если вы очень блондинистая девушка, то тогда у вас может какими-то пятнами здесь сильнее, здесь меньше получиться. Поэтому рекомендую все-таки именно шампунь вам взять. Возьмите обязательно, не пожалейте. Далее я хотела бы поговорить с вами о маслах для волос. У меня есть 3 масла. Два из них подороже, одно подешевле, которое можно было бы рекомендовать как бюджетный вариант. Вот у меня есть масло Банакур. Вот именно масло, я тут поняла, что какой-то кератин оно дает в такой сиреневой упаковочке, фиолетово-сиреневой. Это масло густое. Оно имеет очень приятный такой фруктово-цветочный аромат. Такой парфюмированный запах, я бы сказала. Распределяется. Тут говорится, что нужно нанести на волосы 3 капли. Вы делаете себе 3-5 капелек, чуть-чуть, распределяете на волосы. На корни не нужно, а на длину волос. Рекомендует производитель его наносить как на мокрые, так и на сухие волосы. Но лично мне подходит все масла наносить только на сухие волосы. Мокрые волосы, оно мне как-то что-то склеивает, и я не получаю того хорошего результата. Ну, вот этим маслом я осталась довольна. Я сушу волосы феном, потом наношу его. И у меня получается намного легче расчесать свой волос. Они становятся более блестящие. И мне не нужно раздирать вот путаницу все на волосах очень большими усилиями. Все намного проще с маслом. Но не переборщите, иначе у вас будет грязь на голове. Следующее масло у нас ШИ. Это масло было очень популярно на Ютубе еще до того, как появилась сейчас всеми любимая Керастаз. Это масло не дешевое. Данный продукт я заказывала еще два года назад. Оно у меня полное. Заметьте, я тут даже половину не израсходовала. Оно очень безумно экономичное. Вот у меня здесь 177 мл. Там есть меньше дозировка. И я думаю, вполне можно взять меньше. Потому что очень экономичный расход. Я не знаю, когда я вообще его истрачу. Оно мне скорее, наверное, надоест, чем я его истрачу. Но сейчас оно мне очень даже нравится. В отличие от предыдущей бутылочки, у этого аромат не такой вот женский. Мне напоминает оно немножко мужской аромат. Но в принципе, это меня особенно не напрягает. Оно делает действительно волосы шелковые. И опять-таки, только на сухие волосы я его наношу. Вы, я не знаю как. Может, вам по-другому понравится. Мне так называется, в принципе, шелк. Вот волосы такие становятся. Если я очень сильно спешу, я могу помыть просто волосы шампунем. И вот задобрить маслицем сверху. Только не на корне. Опять-таки, оно впитывается. Если в умеренных дозах волосы становятся такие очень приятные. И если более бюджетный вариант, то тогда вот такое вот в зеленой упаковочке маленькая сыворотка для сухих кончиков от Avon. То есть, если волосы на кончиках секутся, то можно использовать это масло. Ну, может быть, оно и не на 100% такое хорошее, как предыдущие. Но его вполне можно использовать. Это хороший продукт. Вот. Айван молодец, постарался. Я знаю, что его многие любят. Также у меня есть вот такой вот Ашварцкоп BB крем для волос. Вот я его активно использую. Немножко даже вдавленная упаковка. Этот продукт имеет очень-очень приятный аромат. Мне очень нравится он. Здесь производитель заявляет. Уход и восстановление, контроль над сечением, легкое расчесывание, блеск, эластичность, упругость, силы, увлажнение, без утяжеления. Ну, в общем, производитель заявляет все, что только можно. Но не все это выполняет производитель. Да, действительно, волосы становятся более мягкие, более такие хорошие, чем без него. Но то, что он делает лечение по накопительной, это неправда. Ничего такого он не делает. Он не лечит ваши волосы. Ну, как по мне, он просто производит разовый эффект. То есть вы нанесли, смыли, как не бывало, эффекта. Ну, вот так вот. Но у меня вот такая линейка, точно такой же. Я купила просто коробочку такую, когда она была по акции за 500 рублей. Я купила такой бальзам, шампунь. И вот это средство. Оно все было в коробочке. И когда в комплексе, ну, в принципе, мне очень даже нравится использовать. Здесь у нас вот такая помпа. И если выдавить, то это получается как такое молочко. А в следующей части видео я расскажу вам о стайлингах для волос. О тех средствах, которые позволяют нам фиксировать. И которые позволяют нам сохранять нашу прическу долго. И добиваться от него.